О чем сегодня мы будем говорить? Сегодня мы будем на самом деле говорить про material design Android. У нас была одна лекция, где мы в принципе из-за нее изучили все UI-компоненты Android, которые есть. И это на самом деле далеко не все, чем пользуются разработчиками, потому что основная львиная доля компонент, которые сейчас используются, они входят в так называемый material design, некий такой концепт от Гугла, как должно выглядеть современное приложение. Сегодня мы поговорим. Вот список тем, довольно большой, но на самом деле, я думаю, лекция будет не очень длинная, потому что на самом деле рассказывать там не так уж много. Давайте тогда начинать. Значит, смотрите, вот так Android выглядел еще где-то, сколько, 6, наверное, лет назад. Это на самом деле Android 2, да, даже 1.6 еще, вот. И в принципе вот здесь все компоненты, о которых мы с вами уже говорили. Да, на тот момент были только стандартные кнопочки, всякие прогресс бары и так далее, и приложения в целом выглядели вот так, довольно страшно и ужасно. И как бы дизайна общего у приложений не было, было какое-то некое направление, которое только Гугл вот задавал, да, как, что там, черный фон, например, максимальное использование экрана и так далее. Но в целом каждый разработчик изгалялся по-разному. Конечно, очень многие копировали интерфейс iOS, потому что у iOS на тот момент был уже дизайн какой-никакой, то есть там была своя парадигма, были гайдлайны, и, в общем, все было расписано, как приложение должно выглядеть и что в нем должно быть. У Гугл ничего такого не было. И, собственно, большой недостаток был в том, что все приложения выглядели по-разному, и не было схожести, скажем так, у них, поэтому было очень сложно ими управлять, было сложно понятно, где что в каком приложении находится, да, потому что кто-то там настройки мог в одно место запихнуть, кто-то в другое, там какие-то списки, еще что-то. Ну, в общем, выглядело все это довольно ужасно. Вот. Потом со временем все это стало немножко меняться. Вот. И как бы такой первый шаг к какому-то единому стилю, он пришел с Android 4, на самом деле еще даже с Android 3.0, но Android 3.0 был доступен только на планшетах, а вот четверка уже была и для планшетов, и для телефонов. Основная концепция, которая там появилась, это экшен бар. Это такая панель в самом верху экрана, как видите. То есть, на самом деле, она была в Android уже достаточно давно за счет того, что просто разработчики этот паттерн перенесли с платформы iOS, и просто Google имплементировал его по-своему. Собственно, вот эта панель помогала что делать? Размещать на ней различные кнопочки, как вы видите сверху, да, там вот справа находятся они, или даже, например, меню какое-то выпадающее. Там можно было отображать заголовок, там можно было выводить строку поиска. Вот. В свое время на Android-ах были аппаратные кнопки, кстати, и там была вообще отдельная кнопка поиска. Google считал, что это очень важный компонент, можно было прям нажать поиск и начать что-то искать в приложении. Здесь Google уже стал от этого отходить. Собственно, в Android 4 как раз появились виртуальные кнопки, да, когда уже у смартфона не аппаратные кнопки появились, да, а просто панелька, которую вы сейчас можете наблюдать на многих телефонах. Вот. И для того, чтобы отказаться от части кнопок, Google, собственно, стал переносить их вот в этот экшен-бар. Вот. В принципе, стало выглядеть неплохо, и в конечном итоге стало это где-то выглядеть вот так вот, да, то есть вот он. Это называлось Holo, то есть это уже была некая концепция у Google. Она была описана, был документ, где было расписано, какие должны быть цвета у приложения, какой размер иконок, где что должно располагаться. Собственно, описывалось, что может быть две темы уже, светлая и темная. Раньше была только темная, да, тема от Google. Светлые не приветствовались, потому что у первых смартфонов, у большинства в основном были AMOLED-матрицы, да, которые, соответственно, более экономично расходуют энергию при черном фоне. Но на самом деле, конечно же, пользователям многим такое не нравилось. И вот в четвертой версии у нас появилась еще и светлая тема. Ну и, как видите, все стало, ну, как-то намного интереснее выглядеть. Появился какой-то, ну, действительно дизайн, то есть кнопки стали уже вон квадратные, там такой некий хай-тек. Появились какие-то выпуклые области в виде вот этих экшен-баров. Ну, то есть как-то это стало выглядеть довольно прилично. Но финальный шаг, он пришел с версии Android 5.0. Именно здесь Google описала свою концепцию material design. Что такое material design? Если кратко, это вид приложения. Во-первых, такое подобие электронной бумаги, если можно сказать, да. То есть у приложения должны быть слои. Эти слои как бы должны располагаться на разных уровнях. Пользователь должен их четко как бы видеть их границу, что они разграничиваются. У этих компонентов должна быть реакция. То есть если вы на них нажимаете или как-то сдвигаете, то, соответственно, они должны не мгновенно исчезать или появляться, да, там, или как-то реагировать на нажатие, а должна происходить анимация. То есть они должны куда-то сдвигаться, перемещаться. И, в общем, все это у Google описано. Вот. Ключевой компонент, соответственно, это на самом деле список. К этому моменту мы пришли, наверное, все разработчики, к пониманию, что единственный способ размещения большого количества информации на экране – это списки, которые, соответственно, прокручиваются. Прокручиваться они должны быть быстро, плавно, без задержек. Соответственно, реакция должна быть осязаемой, опять же, то есть должны происходить анимации. В Android 5.0 появился так называемый ripple эффект. Это такой всполох, который происходит, да, при нажатии на какие-то компоненты. Вот. В Android 5.0, собственно, Google полностью перешла на концепцию отрисовки интерфейса с помощью ускорителя, да, с помощью GPU. До этого в Android 4.0 можно было самому указывать, как бы приложение будет использовать аппаратное ускорение или будет исключительно на процессоре как бы растрироваться компоненты. В Android 5.0 по умолчанию уже все приложения сразу, соответственно, отрисовываются с помощью GPU. За счет этого, собственно, появилась возможность использовать сложные графические компоненты и отрисовывать их с большой скоростью, да. То есть задача еще так же, вот, Material Design, то, что отрисовка должна быть очень быстрой. То есть у вас приложение должно по-хорошему отрисовываться где-то там 60 FPS, да, 60 кадров в секунду, для того, чтобы у пользователя было ощущение вот как бы живого интерфейса, да. Это все тот же Material Design. Значит, вот здесь по ссылке я всем действительно рекомендую пойти почитать. Google, собственно, описывает подход к Material Design, почему они считают, что вот это правильный выбор. Они там описывают, какие компоненты, собственно, являются частью вот этого Material Design. И, собственно, там есть гайдлайны, какого размера, какие там элементы у вас должны быть на экране, что достаточно важно. То есть если вы хотите, чтобы ваше приложение выглядело, как все остальные, то оно, соответственно, должно отвечать вот этим гайдлайнам. Ну и надо не забывать важный момент, что Google проводит часто фичеринг. По-моему, я про это уже как-то рассказывал, да, это продвижение в своем магазине. Очень многие приложения борются за то, чтобы, собственно, получить этот фичеринг, потому что это просто реклама. То есть Google будет размещать на главной странице магазина либо очень большой ваш баннер, либо, может быть, маленькую иконку приложения, но, тем не менее, это будет на первом экране. Это тот экран, куда, собственно, заходит большее число пользователей, потому что в основном дальше первого экрана никто не уходит. Либо там ищут конкретное приложение пользователя, то есть он вводит в строке поиска и находит искомое, либо он смотрит подборку, которая ему выдается в течение дня. Очень мало по статистике пользователей, которые действительно начинают переходить по категориям, куда-то ходить, смотреть, что там за приложение. Никому это сейчас не интересно. Поэтому фичеринг хотят получить все. Для того, чтобы, собственно, получить этот самый фичеринг, у вас приложение должно, соответственно, вот этому material design. То есть если у вас оно не удовлетворяет требованиям Google, вы фичеринг не получите. Поэтому сразу совет, старайтесь, соответственно, соблюдать гайдлайн, и тогда у вас больше шансов будет потом получить фичеринг. Значит, ну, теперь давайте поговорим вообще о том, как, собственно, его применять у себя в своем приложении, как ваше приложение заставить выглядеть, соответственно. Первое, с чего начинается, собственно, это с того, что вы подключаете библиотеку, которая называется design. Вот мы уже говорили, что на Android есть библиотека обратной совместимости, AppCompat Library, которая вам обеспечивает работу вашего приложения на разных версиях Android, да, и многие компоненты, соответственно, у вас работают одинаково примерно и на самых последних версиях Android, и на довольно старых. Все, что касается вот именно имплементации material design, Google убрали в специальную библиотеку design. Она тоже, собственно, помогает примерно одинаковый интерфейс иметь на разных версиях операционной системы Android. Вам не надо при использовании ее заморачиваться, особенно, собственно, как-то адаптировать под разные версии операционных систем. Google делает это за нас. И давайте, собственно, с чего мы начнем. Первый компонент, как это не смешно, это на самом деле launch screen. Launch screen входит в описание material design. Google его там упоминает. Вы уже умеете его делать, да, вы в своих домашних работах его имплементировали. Я думаю, что вы помните, что делается достаточно легко. Для чего это было сделано? Дело в том, что, собственно, когда приложение запускается, да, у вас, вы уже знаете, что у вас могут какие-то компоненты подгружаться достаточно долго. Даже может быть такое, что сам layout у вас такой сложный, да, вы ничего не загружаете по сети, но layout сложный, у вас много там компонент. И для того, чтобы пользователь не видел, как вот это все появляется там с трудом на экране, лучше все это спрятать под вот такой вот, соответственно, splash screen. Плюс надо не забывать, что есть еще такая проблема, как вообще скорость загрузки приложения, с какой скоростью, соответственно, там классы подгружаются у вас из класс-лоудера, если у вас очень много методов. Вот launch screen, собственно, обеспечивает вам некую визуализацию запуска приложения, чтобы пользователь понял, что приложение все-таки запускается, да, что что-то происходит, вот, и, соответственно, имплементируется достаточно легко. Вы уже это делали, да. Соответственно, у вас есть некая activity, в ней вы показываете картиночку красивую, тем временем начинаете загружать как-то ваши компоненты, инициализировать ваше приложение, подгружать все нужное, и, соответственно, в конце, когда вы получаете какой-нибудь callback, вот здесь вот, да, от вашей асинхронной операции, вы завершаете эту activity и запускаете, собственно, основной компонент, который, собственно, уже отображает ваш интерфейс. И на этом интерфейсе, скорее всего, что пользователь увидит, это карточки. Сегодня довольно сильно отсвечивает экран, да, плохо видно, как, на самом деле, здесь вот есть разбивка. Значит, CartView пользователи, собственно, разработчики Android, опять же, стали применять достаточно давно, до того, как Google, собственно, сделала их отдельным компонентом. И делали это, собственно, по-своему. Обычно это был просто обычный какой-то фрейм-лай-аут с фоном, и, соответственно, там делали закругленные уголки за счет того, что, собственно, помещали такую картинку, да, с закругленными краями. Вот, но Google, собственно, через некоторое время сделал эти карточки сам, да, это отдельный компонент, CartView, который по-хорошему тоже является, как бы, фрейм-лай-аутом, но довольно сложным, потому что у него уже есть, например, тень, которая отбрасывается, есть параметры в настройках Elevation, то есть, как бы, уровень, да, насколько он приподнят относительно интерфейса. Это, на самом деле, фактически тень у вас там увеличивается, уменьшается, если вы хотите карточки как-то выделить, да, показать, что, скажем, одна находится чуть выше другой или находится выше другого интерфейса, да, то есть, например, там, navigation-бара какого-нибудь и так далее. Также там настраиваются те же уголки, да, их закругление можно сделать ровными, можно немножко закругленными, можно большой угол, в общем, очень удобный компонент, и, в принципе, он сейчас очень активно применяется, да, в большом количестве приложений, где бы вы ни были, в каком-то интерфейсе. Если у вас какой-то список, скорее всего, внутри этого списка будет у вас использоваться CardView как подложка, да, соответственно, элемента, а в нем вы уже отображаете какие-то данные, вот как здесь. Для того, чтобы подключить CardView, ну, ничего сложного нету, да, вы, соответственно, добавляете в зависимость CardView отдельно, и тут у вас есть какой-нибудь уже Recycler, скорее всего, который вы используете, и тут, соответственно, библиотека Design. Соответственно, версия 25 на данный момент уже не столь актуальна, сейчас уже используется даже 27 есть, хотя в 27, насколько я знаю, есть определенные некоторые ошибки, может, их быстро поправят, но я бы рекомендовал 26-ю сейчас версию использовать для избежания проблем. Вот, собственно, как в CardView встраивается где-то в ваш интерфейс. Да, соответственно, у вас есть какой-то лейаут, у него, соответственно, внутри есть CardView, внутри CardView вы определяете, собственно, ширину, высоту, гравити, где располагаются ваши элементы, можете указать, соответственно, радиус закругления, и внутри вы уже, соответственно, располагаете ваши элементы. То есть, на самом деле, внутри CardView вы можете указать какой-то лейаут, например, Relative Layout, и в нем уже, соответственно, распределить ваши компоненты. То есть, на самом деле, внутреннее содержание View у CardView может быть достаточно сложным. То есть, там может быть сложный лейаут, если вы там применили, да, как какой-то, ну, там, довольно странно, вот как здесь, плохо видно, к сожалению, здесь есть ссылочка, там, картинка, несколько полей текста и так далее. То есть, это уже требует большой там заголовок и так далее. Это уже требует достаточно сложного лейаута. Следующий компонент называется SnackBar. Вы уже использовали, наверное, или встречали элемент Toast, да, когда вы хотите выдать пользователю какое-то сообщение. Этот элемент появился там еще и в первых версиях Android, очень популярен, удобен как бы для вызова, потому что вам там фактически одна строчка кода надо для того, чтобы сообщить пользователю о том, что что-то произошло в приложении. Это как бы достаточно правильное поведение, потому что если вдруг нет соединения с сетью, там, пользователь что-то нажал и надо сообщить, что данные не обновились или наоборот, что все уже актуально, или произошло подключение там к какому-то сервису, очень удобно, соответственно, выводить это сообщение. Недостаток Toast то, что он не является как бы такой частью иерархии view вашего приложения, да. Из плюсов то, что Toast на самом деле можно даже показать там из сервиса, насколько я помню, то есть можно его показать, и он появится на экране. Но недостаток в том, что даже если ваше приложение свернуто, и вдруг вы показываете вот этот тост, да, он покажется на экране. Такое можно иногда увидеть, например, вы уже ушли из приложения, нажали кнопку домой, и вдруг у вас появляется какое-то сообщение. И проблема в том, что по этому тосту непонятно, что за приложение сообщает об этом, да, то есть вот, ну просто этот текст, а к какому приложению относятся, непонятно. Снэкбар удобен тем, что он встраивается в иерархию view, да, его также, в принципе, удобно и можно быстро отображать как тост, но он будет отображаться только в том случае, если ваше приложение на экране. И у него есть еще одно преимущество. Вот здесь вот есть кнопочка, называется она Action, при нажатии на которую вы можете что-то сделать. Потому что иногда бывает, что вас привлекает к вниманию, да, что-то хотят вам сообщить, после чего необходимо выполнить какое-то действие. И с тостом такое было невозможно, потому что вам просто вывели текст, а вы сами должны разбираться, куда вам надо пойти, чтобы что-то включить или выключить. С снэкбаром проще. Вы, наверное, часто встречали в почтовых приложениях его, например, и в Gmail, и в почте Mail.ru, если вы смахнете какое-то письмо, да, это обычно свайп, такой жест, который удаляет, у вас появляется вот такой снэкбар с сообщением о том, что сообщение было удалено. Дело в том, что вот эти свайпы, да, влево-вправо, они сейчас очень распространены в приложениях для того, чтобы вот эти боковые панели открывать. И пользователь иногда случайно удаляет вот, соответственно, сообщение. То есть он просто хотел вытащить панель, а сообщение удалилось случайно. И обычно вот эта кнопка там называется «отмена». То есть для того, чтобы пользователь на самом деле не удалил письмо, это тоже очень такой, очень удобный паттерн для, соответственно, использования снэкбара. Вот. Сейчас я вот вам покажу, как его использовать. То есть используется он достаточно легко. У вас есть где-то ваши activity, соответственно, у вас там есть floating action button. Мы сейчас чуть позже поговорим, что это за элемент. И при нажатии вот на там кнопочку вы показываете снэкбар. Вы у класса снэкбар вызываете метод make, да, статический, где вы должны указать вьюшку, с помощью которой он найдет на самом деле такой parent view group, так называемый. Соответственно, текст, который надо отобразить. Как и то, что вы можете указывать время, насколько он появится, да, короткое или длинное, да, тут short, можно long поставить. И, соответственно, если вы добавите еще вызов set action, то у вас, соответственно, появится кнопочка, да, на нем action, которую вы хотите нажать. Вот. И, соответственно, тогда вам нужен callback, да, кто, соответственно, поймает вот этот клик. После этого вызываете метод show. Ну, то есть вот интерфейс максимально похож на тост, и Google не случайно его таким сделал, именно для того, чтобы разработчики отказывались от тостов и переходили на снэкбар. Поэтому вот это более удобная, скажем, современная реализация тостов. Actionbar. Смотрите. Ну, я думаю, сейчас вы уже во многих приложениях видели примерно вот такой заголовок. Это фактически стандартный компонент. Как я говорил, появился он давно. То есть, на самом деле, первые реализации были сторонними разработчиками. Был очень популярный компонент, назывался он Actionbar Sherlock. Очень многие приложения его использовали. Соответственно, он был фактически сделан как копия с iOS. Потом претерпевал очень много изменений. Потом, когда даже у Google появился Actionbar, да, была проблема в том, что во времена четвертого андроида не было вот этой библиотеки обратной совместимости AppCompat. И разработчики могли Actionbar от Google использовать только на новых версиях Android. А, соответственно, Android 2X, который на тот момент был еще очень популярен, они использовать его не могли. И Actionbar Sherlock все равно продолжал использоваться еще длительное время, потому что, собственно, разработчики не могли взять и перейти на только Android 4.0. И разработчик Actionbar Sherlock просто сделал его очень похожим на системный бар. Но с появлением библиотеки обратной совместимости AppCompat, собственно, от Actionbar Sherlock полностью отказались, так как можно перейти на Actionbar. Значит, он несколько раз претерпевал какие-то изменения в интерфейсе Android, да, и вообще в компонентах. И на данный момент он, например, называется Toolbar. Значит, проблема с кастомными Actionbar, которые сами делали пользователи, были вот в чем. Их надо было делать в виде отдельного лейаута. То есть как сделать на самом деле свой Actionbar? Это на самом деле несложно. Берете, делаете какой-нибудь лейнир, лаяут, у которого направление там не вниз, да, не вертикал, а горизонтал. Вы у него делаете высоту какую-нибудь там, 80 dp, например. Делаете фон, текст, который, соответственно, заголовок, потом какой-то там пробел там или еще что-то, да, пустота, и какие-то кнопочки. Вот вам, соответственно, Actionbar. То есть на самом деле сделать его руками достаточно легко. Просто что он будет не так замечательно выглядеть. И вот этот вот компонент, да, вот этот лейаут вам придется таскать из Activity в Activity. Я чуть позже еще покажу, у нас будет встречаться код, как один лейаут включать внутрь другого. В XML это можно делать, есть специальная директива include. Это немножко облегчает жизнь, то, что можно в отдельном XML-файле вот этот лейаут описать, потом его include. Но, конечно, все равно неудобно. Google, когда появился Actionbar, как бы встроила его в каждую Activity. То есть Activity просто по умолчанию имеет Actionbar. Он не является как бы вьюшкой в иерархии ваших view, он независим. Вам не надо никак его таскать из одной Activity в другую, он всегда есть. И так было какое-то достаточно долгое время, пока вдруг Google не осознал, что вот это бывает такое, что все-таки Actionbar должен быть частью иерархии ваших view, потому что вы хотите на него как-то влиять, да, то есть его тоже там прятать, причем он должен не исчезать, а, скажем, плавно скролиться вверх-вниз. И сделали как бы обратный такой шаг назад. То есть они исключили из всех Activity, можно сказать, Actionbar. Ну, пока что еще его не удалили, он там по-прежнему есть. Но появился другой компонент, называется он Toolbar. Собственно, вот он с API 21 появился. Вот этот Toolbar, он фактически является отдельным лейаутом, да, то есть вам его надо добавлять внутрь своего лейаута. И может быть очень интересная особенность. У вас может оказаться в приложении два Actionbar. То есть если вы используете дефолтные Activity с дефолтным стилем, там будет стандартный Actionbar такой, который закреплен внутри Activity. А если вы еще добавляете в лейаут Toolbar, то он будет как бы ниже. И получается достаточно смешно. Вот. Ну, это, собственно, потому, что Google очень часто и быстро меняет концепции. И, собственно, не успевает даже обновить свои SDK. Ну, и надо не забывать, что есть SDK предыдущих каких-то версий старых Android, которые Google сейчас уже модифицировать не может, потому что, собственно, операционная система уже выпущена. Поэтому, когда вы используете Toolbar, а это рекомендуемый компонент, опять же, со стороны Google, да, для использования, вам надо использовать специальный стиль, тему внутри вашего приложения, который без Actionbar. Да. Соответственно, я покажу, как это делается. Встраивается он достаточно легко. У вас есть какой-то ваш лейаут вашей Activity. Первым компонентом, соответственно, вверху вы добавляете вот этот вот виджет Toolbar, да, он, соответственно, в пространстве именно Superg V7. Соответственно, указываете там высоту в Rap Content, чтобы он, соответственно, обрезался по его высоте, которая там задана. Ширина Match Parent, чтобы он занял максимальную ширину экрана. И MinHeight, соответственно, минимальная высота, это, соответственно, предустановленное значение в SDK. Я потом расскажу вообще, для чего это используется, вот этот MinHeight. Он на самом деле нужен при... когда вы хотите вот этот убирающийся Toolbar делать. Вот. Ну и дальше идет, соответственно, какой-нибудь, например, Frame Layout, внутри которого вы будете, например, ваши фрагменты уже, да, там, соответственно, вставлять, переключать. То есть, ну, встраивание его достаточно легкое. Соответственно, вы можете указать отдельную тему для него. Вот. Соответственно, это бывает удобно. Еще есть, помимо AppSim, есть еще AppPowPupSim. Дело в том, что, если вы посмотрите, я думаю, вы встречались, вот тут есть компонент, такие три точечки. Это выпадающее меню обычно, да, в Android. И там, соответственно, список. Вот вы можете настроить так, что у вас будет одна тема использоваться для основного Toolbar и дополнительная тема для всех выпадающих элементов. Это, в принципе, бывает удобно. Почему? Например, светлая тема, светлая тема для Action Bar подразумевает, например, темный текст. То есть, если вы примените, например, темную тему, то у вас будет, точнее, светлую, да, то у вас вот эта надпись из приложения будет черного цвета. Выглядит это некрасиво, на самом деле. То есть, никто так не делает. Поэтому обычно применяют, на самом деле, темную тему, у которой, соответственно, светлый текст на темном фоне. Переопределяют, да, цвет фона. Это, соответственно, мы говорили в прошлый раз про темы. Вот Color Primary в настройке вашей темы отвечает, в том числе за цвет Toolbar. И, соответственно, тогда при применении темной темы текст будет светлый. Но вот у выпадающего, соответственно, списка там будет цвет фона темный. И это, опять же, выглядит некрасиво. Поэтому обычно, ну, я в примере уже потом покажу, как это делается. Для pop-up делается отдельная тема. Вот еще раз, собственно, как он добавляется. Теперь дальше, как его использовать, на самом деле. То есть, после того, как вы описали метод свой onCreate в вашей основной активите, выставили setContentView, что вам надо сделать? Как я говорил, ActionBar является частью MainActivity. То есть, она, ну, частью Activity. То есть, Activity знает о существовании вот этого ActionBar, умеет с ним работать, по-разному, соответственно, реагирует на какие-то нажатия. Туда, соответственно, добавляются пункты меню, которые у вас, соответственно, отображаются справа. И для того, чтобы Activity продолжила работать вот с этим компонентом ToolBar, как с ActionBar, да, потому что, как мы помним, ActionBar мы, на самом деле, отключаем через тему. Делается вот такой хитрый реверанс. То есть, вызывается метод setSupportActionBar, и мы указываем ToolBar, да, что он будет использоваться как ActionBar. И потом его можно в любой момент получить с помощью метода getSupportActionBar. Вот, если вы не используете компонент ToolBar внутри своего приложения, то вы, соответственно, его в layout не добавляете, у темы вы не указываете, что вы используете тему без ActionBar, и, соответственно, тогда вам просто можно всегда вызывать метод getSupportActionBar, и там будет, соответственно, класс, который относится, соответственно, к ActionBar. Но если вы используете ToolBar, то вам надо сделать несколько движений в сторону того, чтобы можно было его корректно использовать из Activity. Таким образом вы как бы его добавляете, встраиваете в Activity, и после этого можете работать. Теперь смотрите. Как я говорил, с API21 там вот по умолчанию ActionBar встроен. Поэтому для того, чтобы его не было, вы, соответственно, в своей теме, в качестве, от кого вы наследуетесь, указываете No ActionBar, да, то есть, соответственно, либо светлая тема, либо темная, и, соответственно, в конце приписка No ActionBar. Это, соответственно, без ActionBar. Для всех остальных вы указываете стандартную тему, потому что там по умолчанию в 4x Android по умолчанию ActionBar не включен. Ну и, соответственно, в Android Manifest уже вы указываете свою тему, да, как основную. Соответственно, здесь работает механизм, про который мы говорили, как можно использовать ресурсы Android для того, чтобы в разных версиях операционной системы подставлять какие-то разные значения. За счет того, что в values V21 лежит вот эта тема, а в остальных, соответственно, вот эта, то будет использоваться только одна из них в зависимости от версии операционной системы Android. До 21-й вот эта, выше 21-й, соответственно, вот эта. Теперь смотрите. Все видели на ActionBar, соответственно, вот эти кнопочки справа, да, и пункт меню. Для того, чтобы они туда появились, отобразились, как бы, необходимо их описать в специальном файле. Называется он, ну, точка XML у него расширения, название какого-нибудь меню, и расходится он в рез меню директории. Там находятся все, соответственно, менюшки. Описывается, соответственно, вот так. Вы указываете секцию меню, в ней есть айтемы, это, соответственно, каждый элемент, и, соответственно, указываете, что там есть иконка, да, у него, например, и там название, название там обязательно. Теперь смотрите. Если вы хотите элемент спрятать вот под вот эти три точечки, да, чтобы он был спрятан в выпадающем списке, вы у него указываете параметр как Show as Action Never, то есть он никогда не будет отображаться. Есть еще один параметр, он называется по-другому, Always. То есть если вы указываете, значит, этот элемент всегда должен отображаться как значок, то есть он не будет внутри менюшки спрятан, она будет как кнопочка на Toolbar. Еще там есть третий параметр, называется он, насколько помню, If Has Space, что-то вроде такого. То есть если достаточно места на Toolbar до вот заголовка для того, чтобы размещать туда и там иконки, они будут появляться. Если места нет, соответственно, будет он прятаться вот в вот эту секцию, где три точечки, где выпадающее меню. Для того, чтобы, собственно, проинициализировать вот это меню, у вас в вашей Activity есть метод OnCreateOptionsMenu. Он вызывается, ну, как callback, да, автоматически. И сюда приходит, соответственно, элемент меню и меню Inflator, специальный вспомогательный объект, который помогает вам, собственно, как Layout Inflator извлекать layout, да, какой-нибудь так меню, извлекать меню. И что вам надо сделать? Вот этот компонент меню, он изначально пустой, потому что у приложения меню нет, его надо заполнить. Соответственно, вы извлекаете из XML-файла вот это ваше меню, да, указываете, в какой объект, да, внутрь вот этого меню. И, соответственно, если вдруг вам надо потом как-то модифицировать ваши элементы, поменять у них значки или еще что-то сделать, вы можете здесь к ним получить доступ с помощью вот меню, потом find item и потом их искать по вот этому айдишнику. Айдишник, соответственно, если мы вернемся, как видите, вот здесь указывается, например, там sort type какой-нибудь или там settings. Это все как с layout, да, по вот этим айдишникам их потом можно находить в иерархии. Вот. А когда вам надо отреагировать на нажатие на этот элемент, да, на, соответственно, выпадающий список или на кнопочку, то вы вызываете, у вас будет вызван метод on options item selected внутри вашего activity, где прилетит вот этот вот элемент в меню item, да. И, соответственно, вы дальше можете его как-то обработать, получить его айдишник, узнать, что за айдишник, например, если он совпадает с айдишником настроек, то показать, например, activity с настройками. Ну, вот так это делается, все достаточно просто. Собственно, так происходит вызов вот этих кнопочек нажатий. Дальше уже ваша задача как задать. Теперь смотрите, помимо того, что вот есть вот эти action button, грубо говоря, на action bar, да, в какой-то момент времени Google решили, что вот будет полезным иметь такой компонент, как он называется, floating action button. То есть это специальная кнопочка, которая находится у вас на экране. На самом деле я не очень понимаю, насколько правильным было добавление его как основных неких компонент, да, потому что Google рекомендует использовать в вашем приложении вот этот floating action button. И когда они только как бы внедрили, да, вот этот компонент, вот они, опять же, когда приложение, например, на фичеринг выдвигалось, рекомендовали, чтобы его встраивали внутрь своих приложений. То есть по-хорошему, например, есть приложение, в нем, ну вот сложно найти какой-то компонент, который должен вызываться по вот этой кнопке, да, то есть это какое-то главное действие в приложении, как говорила Google, да, а какое действие может быть главным в вашем приложении-то. Иногда сложно выбрать. И все разработчики пытались что только не придумать, что повесить на эту кнопку. Выглядело часто довольно глупо. Вот. Плюс надо не забывать, что тут же кто-то решил, что одной кнопки мало, и стали делать свои вот эти floating action button, которые, например, раскрывались. Я думаю, вы в некоторых приложениях видели, да, в Evernote есть точно, ты нажимаешь, и там, хоп, сразу там несколько тех кнопок. Это вообще выглядит, по-моему, ужасно. Но, тем не менее, кнопка эта появилась. В некоторых приложениях она действительно может быть удобна. То есть в картах я могу понять, да, там обычно это перемещение к вашей позиции, окей, действительно удобно. Но настаивать на то, чтобы разработчики часто его использовали, мне кажется, не очень правильно. Тем не менее, собственно, этот компонент есть. И он очень простой. Но это просто вьюшка, да, если это просто кнопка. То есть как бы ничего такого нет, ее можно при желании вообще сделать самому с помощью там просто кастомной вью, отрисовывать там ее круглой. Но, тем не менее, она есть. Находится она в библиотеке вот Design Widget Floating Action Button. Для того, чтобы добавить внутрь вашего лейаута, вы, соответственно, прописываете вот эти все параметры. Соответственно, ширина, высота обрезаете. И Layout Align Parent Bottom Align Parent End – это для того, чтобы ее поместить в правый нижний угол. То есть Google даже ничего не сделала для того, чтобы она всегда появлялась именно в каком-то определенном месте. Вы сами задаете, где она может располагаться на экране. Просто есть стандартные марджины. Здесь вот он захаркожен, 24дп, а вообще есть специальное значение предустановленное в атрибутах, где есть отступ слева-справа, который справа-снизу. Сколько отступать от края экрана, чтобы оно там, где надо, находилось. Ну, вы просто сами указываете, что справа внизу у вас находится эта кнопочка. Ну, и у нее есть параметр Background Tint. Это так называемая как бы закраска. То есть, на самом деле, какой фон у нее будет, цвет. И, соответственно, вы можете указать какой-то цвет. Можете вот здесь Color Primary, соответственно, который у вас основной цвет, скажем, с помощью которого Action Bar отрисован, с помощью такого же и будет у вас отрисовано вот это Floating Action Button. Ну, и все. Дальше ее использование очень простое, практически как любой другой кнопки. Вот здесь где-то есть настройка, да, как она делается. Вы ее находите внутри своего лейаута. Можете на ней поставить свою иконку какую-то. Например, там вот здесь Vector Drawables используется для этого. Указать через код можно цвет, соответственно, иконки, да, которым она будет отображаться. Потом у этой кнопочки, у FAB, вы уставленавливаете эту картинку и вешаете обычный Set On Click Listiner, как для любой другой кнопки. И что-то делаете при ее нажатии. Единственное, что встроено, грубо говоря, в эту кнопку, чем как бы она лучше, чем ваша, тем, что, например, если сейчас я попробую вернуться, где там это было, снэкбар, вот, чтобы не получилось вот такого вот, видите, снэкбар перекрывает вот здесь Floating Action Button. Такого по-хорошему быть не должно. Когда у вас снэкбар появляется, у вас вот это Floating Action Button автоматически поднимется чуть выше, да, то есть чтобы он ее не перекрывал. Вот это то, что есть там встроено, и то, что самому сделать чуть сложнее, если вы не знаете, что такое на самом деле координатор лаяут. Собственно, я думаю, вы такое уже примерно видели в приложениях, да. У вас сейчас есть не просто экшн-бар, а еще над ним какая-то шапка, которая может вытягиваться. Тут может быть какая-то картинка красивая. При прокручивании списка вот этот вот экшн-бар может частично прятаться. Иногда он прячется вообще целиком, да, то есть полностью убирается с экрана. Вот эта кнопочка, на самом деле, которая здесь появляется и исчезает, это все тот же Floating Action Button, просто он закреплен вот здесь в верхней части, и, как видите, тоже убирается. То есть вот этот вот координатор лаяут на самом деле очень-очень мощная штука, которая вот появилась в этой Design Library. И вообще многие вьюшки, которые входят в Design Library, да, как тот же вот Floating Action Button или Snack Bar, они умеют работать с координатом лаяут или даже требуют фактически его наличия. Собственно, для чего он нужен? Как понятно из названия, да, координатор. То есть он как-то координирует поведение вьюшек у вас на экране. Если вам надо добавить зависимость одной вью относительно другой, например, чтобы они одновременно двигались, или не одновременно, но все равно одна двигалась как-то за другой, чтобы одна вьюшка всегда была закреплена за другой, если одна, соответственно, куда-то переместилась, то туда же прыгнула другая. Если вам, соответственно, надо вот так вот прятать элементы на экране, то координатор лаяут для этого, собственно, и создан. Он очень удобен. Вам не надо писать сложный код, наследоваться как-то там от каких-то вью, делать свои кастомные вью, пробрасывать связи между ними, да, коллбеки там и так далее. Все это делать не надо. В общем, все, можно сказать, сделано за вас. У него, собственно, две задачи, да, вот у координатора лаяут. Это закрепление вьюшек с помощью якорей, да, то есть когда вы жестко указываете, что вот эта вьюшка, например, располагается относительно вот этой вью и, соответственно, вот так вот, да, например, там слева, справа, там, или еще что-то, да. Потому что если у вас есть relative layout, вы указываете, что у вас одна кнопка под другой, например, да, находится, то когда эта кнопка куда-то, например, подвинется, то другой элемент не сдвинется. Вам надо его двигать автоматически. А вот координатор лаяут, соответственно, это позволяет. И у него есть еще, так сказать, побочные возможности. То есть вы можете перехватывать вообще нажатие на вьюшки, вы можете дизейблить вьюшки, да, то есть, грубо говоря, отменять их нажатие. Можете менять фон под вьюшками и перехватывать прокрутку. То есть, например, когда у вас Recycler View прокручивается, например, да, то вы можете узнавать о том, что он прокрутился и, собственно, насколько. Это бывает иногда удобно. Потому что, например, когда вы делаете, например, замену вьюпейджера, да, мы говорили, это специальный компонент, который позволяет вам влево-вправо листать странички на экране. Вы используете теперь для этого обычно Recycler View, да, у него есть Snap Helper, который позволяет как бы прикрепляться к границе экрана, и вы просто делаете большие вьюшки, которые по размеру экрана. И вот они двигаются. И очень часто бывает, что, соответственно, при, собственно, скролировании, да, этих элементов влево-вправо, вам надо как-то это перехватить и как-то среагировать, да, что-то отключить, включить и так далее. Обновите, опять же, информацию на этих вьюшках. И это, опять же, можно очень удобно делать с помощью координатора Loyalty. Я сейчас покажу, собственно, как. Значит, смотрите. Первое – это самое простое использование так называемых якорей. У вас есть, я здесь не включал, на самом деле, координатор Layout, потому что кода много, да, на экране. Вот. Будем считать, что он у нас как root view такой. Внутри него есть уже, соответственно, наши какие-то компоненты. AppBar Layout, поговорим о том, что это такое. У него есть ID-шник. И где-то у вас есть, например, Floating Action Button, да. То есть, на самом деле, вот здесь показывается, как сделана вот эта кнопочка, да, которая вот сейчас исчезла, и вот здесь появилась. Да, она на самом деле как бы привязана к Toolbar вот этому, да, то есть наш, или Action Bar, можно его называть. Значит, соответственно, сделано это вот так, что, соответственно, у нас есть вот этот Toolbar, вот здесь он находится, внутри Bar Layout. И у Floating Action Button мы говорим, что якорь, да, Layout Anchor – это у нас ID AppBar, и Anchor Gravity – это Bottom Right End. Соответственно, справа, вот в конце, внизу находится вот эта кнопочка. Все. За счет указания вот двух параметров, то есть вот здесь ID-шник у вас, у вашей вьюшки, а вот здесь якорь, вы их как бы связали. И вне зависимости от того, как они там, соответственно, двигаются, соответственно, вьюшки двигаются так же. Когда у вас этот Toolbar, грубо говоря, уезжает за границей экрана, туда же уезжает и вот эта Floating Action Button, поэтому она как бы прячется, грубо говоря, и остается только Toolbar. Так вот можно закреплять. Но как бы более интересный вариант – это так называемые Behaviour, да. Они, соответственно, дают нам гораздо-гораздо больше возможностей. Значит, что такое Behaviour? Это как бы так кратко. Мы для каждой вьюшки можем указать свой вот этот компонент. Называется он Behaviour. Это специальный класс. Координатор Layout, когда он, соответственно, находится на экране и, соответственно, когда он распределяет там компоненты. На самом деле координатор Layout – это Frame Layout. То есть он сам как-то распределять элементы не умеет. Он умеет их, грубо говоря, только накладывать друг на друга, но на самом деле задача его другая. Это, грубо говоря, любая вьюшка, которая у вас находится поверх всего экрана, она, собственно, перехватывает все ваши нажатия, скроллы, пробрасывает их дальше. Координатор Layout просто это делает очень умно. Он проходит по всей иерархии View. Там, на самом деле, строится такой направленный ацикличный граф, по которому он, соответственно, ходит. И он находит вот эти все Behaviour у каждой вьюшки. Соответственно, у одной, может быть, у другой и так далее. Это специальные классы. Он, соответственно, смотрит, что это за классы такие, и пытается с ними работать, проверяет, хотят ли они реагировать на какие-то события. И если хотят, то, соответственно, он им эти события туда, грубо говоря, начинает направлять. Что это могут быть, грубо говоря, за события? Вот здесь я, как мог, уменьшил список. Я не указывал параметры, которые входят, потому что их обычно очень много. Но основные, грубо говоря, функции, у которых у Behaviour есть, вот этот класс, как он объявлен, это, например, onInterceptTouchEvent. Вот этот вот метод будет вызван у Behaviour, когда у вас произошло нажатие на, вообще, любую, грубо говоря, там, границу экрана, ну, на вьюшку, с которой связан Behaviour. И, соответственно, если вы вернули True, вы говорите, что да, я буду перехватывать вот эти нажатия. И дальше у вас будет вызван метод onTouchEvent, то есть, чтобы пользователь нажал, да, и, соответственно, этот Behaviour дальше сможет перехватить вот это нажатие. Внутри этого метода, внутри TouchEvent, вы можете уже что-то делать. Да, это, соответственно, бывает очень удобно. Как я говорил, не надо наследоваться от какой-то вьюшки, вы просто создаете там, например, я не знаю, ну, баттон какой-то, вешаете у него Behaviour вот этот вот, и внутри вот этого Behaviour вы уже там обрабатываете, например, нажатие. Не надо, например, какой-нибудь он кликлистинер и так далее вешать. Это, в принципе, кажется такой надуманной проблемой, но бывает, на самом деле, гораздо удобнее использовать такой подход. Соответственно, есть еще GetScreamColor, например, да, и Opacity. Это, например, цвет под вот этой вьюшкой, да, если мы хотим переопределить под вот этой вьюшкой цвет или, например, прозрачность, мы это можем сделать, и мы, соответственно, можем вернуть эти значения. OnDependentViewChanged и Remove – это, соответственно, методы, которые связаны, что если у нас есть зависимая от нас вьюшка, да, с которой мы, грубо говоря, связаны, и с ней что-то произошло, она подвинулась, да, куда-то переместилась или, например, вообще исчезла с экрана, будут вызваны вот эти, соответственно, callback'и, мы здесь тоже можем что-то сделать. Вот здесь целая пачка относящихся к прокрутке методов. OnStartNestedScroll, когда у вас есть вьюшка, которая у вас обрабатывает скроллы, да, где-то глубоко внутри. Она может быть, на самом деле, очень глубоко внутри лаяута, координатор лаяут ее все равно найдет, например, это Recycler, и вот вы начинаете там что-то скролить. Соответственно, если вы связали с этой вьюшкой свой, соответственно, вот этот бейкейвер, то у вас придет OnStartNestedScroll, соответственно, здесь вы должны решить, хотите вы сейчас обрабатывать, да, вот этот скролл или нет. Если вы хотите на него продолжать реагировать, то вы говорите True, то есть да, мы будем получать. И дальше у вас начнут приходить методы типа ScrollAsscepted, что он принят, потом Prescroll, это специальный метод, до того, как вот эта вьюшка, которая скроллится, получит, грубо говоря, вот этот диапазон, да, насколько пользователь продвинул пальцем, да, чтобы она проскроллилась. Перед этим будет вызван ваш метод Behaviour, и вы сами можете указать, грубо говоря, тот диапазон, который передать этой вьюшке, да, чем это удобно. Например, вам надо, чтобы у вас, может быть, вы видели, бывает такое, что у вас какая-нибудь карточка, там еще какая-нибудь карточка, и вот вы скроллите, да, она едет по экрану, грубо говоря, чуть быстрее, да, а нижний компонент чуть медленнее выползает. Это значит, что мы туда, на самом деле, вот в этот компонент, который скроллится, передаем меньший диапазон, да, чем пришел на входе, грубо говоря. То есть часть мы забрали себе, а часть отдали ему. Ну, это так, если упростить. Соответственно, он nested scroll, это уже метод, когда именно она скроллится, да, вы там можете получить тоже информацию, насколько мы прокрутились, и он stop nested scroll, когда прокрутка закончилась. Собственно, как вы понимаете, вот это вот прятание тулбара, например, да, при прокручивании списка, оно делается именно с помощью таких бехеверов. Когда у вас прокручивается список, вы вешаете, соответственно, вот такой бехевер, и на нем, соответственно, говорите, что и тулбар у вас тоже должен сдвинуться на столько-то пикселей, да, там, на 5, 6, 8, пока он не уедет за границу экрана. Соответственно, есть то же самое fling и prefling. Fling – это быстрый, да, такой как свайп жест, это как прокрутка, он только быстрый. Соответственно, на него можно тоже реагировать, но тут всего два места, да, prefling и, соответственно, nested fling. И два интересных метода – on-restore instance state, да, и on-save. Такие же методы, как у фрагмента или у activity. Дело в том, что вот эти бехеверы, они могут пересоздаваться, да, соответственно, координатор лаяутом. И если вам надо сохранить состояние вот этого класса, да, потому что, опять же, не вы его создаете из конструктора, а координатор лаяут, грубо говоря, его за вас создаст, соответственно, вы можете в бандле сохранить состояние и потом его восстановить. Значит, смотрите, здесь вот такой код приведен, как, соответственно, вам делать собственный бехевер. Например, вы берете, наследуетесь от координатора лаяут-бехевер. Вот это параметризированный класс, вот здесь вы должны указать ту вьюшку, грубо говоря, которую вы хотите обрабатывать, да, то есть здесь, например, floating action button. И здесь вы переопределяете те методы. Тут, например, как раз приведен пример, как сделать так, чтобы там, соответственно, убиралась, да, вот эта вот кнопочка floating action button при прокручивании списка. Я потом в примере покажу, как это делается. Вот часть кода оттуда. Вам, соответственно, при начале прокрутки надо сказать, что да, вы будете обрабатывать нажатие. И, соответственно, on nested scroll вам приходит, что координатор layout, да, собственно, сам layout, сама вьюшка, соответственно, еще там дополнительная одна вьюшка, сколько, соответственно, по y, по x прокрутилось, сколько не прокрутилось, ну и, соответственно, там еще дополнительный параметр тип. Параметров достаточно много, вот я прям все сразу не скажу, для чего они используются. Можно документации посмотреть. Обычно используются здесь параметры, например, dx consumed, ldy consumed, да, насколько мы, собственно, прокрутились. Это вот что делать для того, чтобы, да, делать вот такие свои behavior, которые вы можете повесить. Но они есть и стандартные. Вот есть, например, scrolling behavior. То есть, если вы хотите, чтобы у вас, соответственно, вот так вот скролировался элемент, да, соответственно, вот этот вот, вам надо вот на вот эту вьюшку повесить scrolling behavior, да, специальный класс. Он, соответственно, есть в составе координатор layout, вы его просто прописываете, и, соответственно, после этого с помощью специальных параметров в XML вы просто у Toolbar указываете, насколько он там уезжает. Я покажу в примере, как это делается. Если вы хотите делать вот такой, да, элемент, тут, на самом деле, плохо видно, да, это карточка, на самом деле, карт view, которая при свайпе исчезает с экрана, да. Для того, чтобы такое сделать, это очень легко делается с помощью вот swipe dismissed behavior. Вы, соответственно, тоже вешаете, соответственно, behavior, и он сделает все за вас. Прячет вьюшку, когда пользователь сделает вот такое вот движение. Все просто. Потом вы, наверное, уже видели, тоже сейчас в Android популярно, у вас внизу есть какая-то маленькая панелька, за которую можно потянуть, да, и она раздвигается, раздвигается потихоньку, а потом выезжает вообще в полную, такую, в полноценную вью в размер всего экрана. Это так называемый bottom sheet. Там на самом деле используется фактически dialogue fragment, надо от него наследоваться. Но, опять же, использование достаточно легкое за счет указания у этой вьюшки, вот, что на нее повешен вот этот bottom sheet behavior. И координатор layout сам, соответственно, все сделает, да, когда вы ее тянете, чтобы она там выдвигалась и так далее. Ну, в общем, все достаточно легко. Давайте, наверное, сделаем перерыв, да, потом продолжим, соответственно, дальше. Так, ну что, давайте продолжать. Так, в принципе, с координатор layout все. Рассказывать, на самом деле, про него очень много можно, и очень много, соответственно, есть статей. Я постараюсь потом выложить после лекции, да, несколько хороших, потому что реально очень полезно с ним разобраться. Действительно, сейчас очень часто используемый компонент. И, ну, главное, о чем надо помнить, вот эти behavior, их очень хочется использовать, да, там, соответственно, на что-то вешать, там, и иногда их создают даже очень большое количество. У них есть один большой недостаток. Когда вы работаете с UI, да, вы всегда работаете в главном потоке. И вот эти behavior, они будут вызываться также в главном потоке, да, то есть считайте, это просто как бы callback, которые вызываются на каждую вьюшку. Если у вас их много, соответственно, они будут часто вызываться. В какой момент времени они вызываются? На самом деле координатор layout к ним обращается достаточно часто, но как минимум там есть два метода. Мы будем на следующей лекции говорить о custom view. Есть у layout два метода, называется on measure, on layout. Когда layout проходится по своим элементам, и ему надо определить, сколько они занимают места на экране, чтобы их распределить, он вызывает метод on measure, да, это, соответственно, измерение элементов. А после того, как он их померил, он должен их распределить, соответственно, называется он layout. Вот на вот этих, каждых этих методов вызывается, соответственно, behavior. Если у вас меняется вьюшка внутри иерархии view, то есть добавляется, исчезает, опять же, он пройдется по всем behaviorам и проверит, соответственно, могут от нее отреагировать и как-то, соответственно, выполнить какой-то код. Поэтому, если вы делаете свои кастомные behavior, старайтесь их делать максимально короткими. То есть функции, которые вы вот эти переопределяете, там должно быть очень мало какой-то логики. Она должна быть не сложная. Разумеется, вы не должны там, не дай бог, ничего ждать, да, никаких-то асинхронных операций и так далее. То есть буквально вам там сделать несколько движений. Узнать область прокрутки, переместить на такое же число, соответственно, пикселей какую-то вьюшку, куда-то это записать, запустить проигрывание анимации, что-то такое, но не более. То есть вот помните об этом, потому что находить такие места достаточно сложно. Когда вы потом столкнетесь с тем, что вам надо, соответственно, ну, профилировать ваше приложение, потому что оно просто работает почему-то медленно, находить вот такие штуки типа behavior будет сложно, потому что, ну, они обычно на глаза не попадаются, да, и вы первым делом смотрите просто на ваш код, что вы там делаете в UI-потоке, ничего не находите. А на самом деле бывает такое, что просто все спряталось где-то в каком-то behavior, который просто очень медленно отрабатывает. Про это надо помнить. Еще есть одна особенность вообще по работе с вот этой design library, с координатами layout, тем, что Google постоянно что-то там переделывает, они пытаются как-то оптимизировать работу, да, и иногда они по дороге что-то ломают. К сожалению, сегодня Кирилла нет, он наслаждается своим отпуском, вот, а так он вам бы рассказал, как совсем недавно в их приложении, собственно, после обновления, да, перехода на более новую версию вот этой design library, у них разломался, собственно, интерфейс из-за того, что вот прокрутка списков, которая была там завязана на скрывании от них элементов, оно просто перестало нормально работать. То есть там прокрутка куда-то улетала за экран, еще что-то такое, выглядело довольно странно, вот, пришлось откатываться назад. И такое бывает часто, то есть вообще последнее время я поражаюсь тому, как бы что позволяет себе Google, да, раньше такого не было у них. Они часто выпускают какие-то нерабочие компоненты, то есть просто они что-то ломают, вот, они куда-то торопятся. Совсем недавно я сталкивался с тем, что, например, пришло обновление Google Music, и, например, если у вас включен Bluetooth, Google Music падает при запуске, да, то есть это не просто, как бы, что-то не так работает, а приложение крэшится. И как, например, тестеры такое пропустили, мне, например, не очень понятно. То есть если у кого-то есть Bluetooth наушники, например, Bluetooth обычно включен всегда. Вот, если есть какой-то гаджет, подключенный по Bluetooth, он опять же включен. То есть это нормальные сценарики, когда Bluetooth включен, и как этого можно было не обнаружить, не знаю. Также и с этими библиотеками, как и совместимости AppCompat Library, так и дизайн, в них тоже часто что-то меняется, к этому надо быть готовым. Поэтому мой совет, если вы пишете приложение, вы используете какие-то версии этих библиотек, вы сделали, у вас все работает, не надо переходить на новые версии просто так. Да, ну, то есть как бы обновилась версия, хочется, да, давайте, нет. Только если в ней действительно появилось в новой версии что-то нужное вам, да, чего вам не хватало, и вы такие, о, круто, вот прям вот я теперь буду это использовать. Вот тогда, да, вы это втаскиваете себе, смотрите, что у вас ничего не разломалось, и используете новый компонент. До тех пор, пока, соответственно, нет такой необходимости, мой совет, старайтесь не обновляться, будет вот нервная система целее, и все будет спокойнее. Давайте дальше. Значит, это на самом деле все, о чем мы говорили, это, грубо говоря, элементы визуализации, да, то есть это на самом деле то, что вам показывается на экране. А есть еще компоненты, которые являются паттерном, грубо говоря, навигации внутри вашего приложения, да, то есть это не совсем просто UI, это еще навигация в вашем приложении, когда вы переходите из одной секции приложения в другую. Например, первым таким является так называемый tab layout. Может быть, вы видели в некоторых приложениях под экшен-баром у вас, соответственно, вот такая панелька с табами, да, и вы можете, вы обычно можете свайпать влево-вправо экраны, и оно, соответственно, переключается, либо тапать по вот этим табам, там, по 1, 2, 3, 4 и так далее. И так между ними перемещаться. Как видите, появилось оно на самом деле не так давно в версии Support Library 23. То есть обычно Support Library выходит вместе с версией операционной системы Android, а потом там несколько еще версий выходит в течение жизненного цикла, да, этой операционной системы, она обновляется, фиксится баги, какие-то новые компоненты. В общем, 23 API – это на самом деле у нас Android 6.0, да, то есть не так давно, грубо говоря. И там, соответственно, этот таблоял появился, Google рекомендовал, соответственно, его использовать, а сейчас не рекомендует, да, то есть прошло буквально несколько версий, как бы многие взяли и затащили такую навигацию внутрь своего приложения, теперь Google говорит, да нет, на самом деле не самый лучший способ, потому что сверху у вас, соответственно, эти табы находятся, пользователь между ними переключается, но он находится наверху, и пальцем туда доставать сложно. И давайте вы не будете так делать, а вы будете использовать bottom navigation, мы про него чуть позже поговорим. Но, тем не менее, все еще его встретить можно, некоторые все равно его используют, особенно он актуален, если у вас слишком много табов, ну, может быть, их больше пяти, потому что вот bottom navigation максимум можно пять использовать, хотя если больше пяти, лучше уже navigation drawer использовать, сейчас про него тоже поговорим. Когда вам надо вставить вот этот tab layout, делается все, опять же, легко, у вас есть какой-то ваш layout, там есть toolbar, под ним вы помещаете вот этот виджет, дизайн виджет tab layout, указываете, соответственно, как он там скроллится, да, там либо по горизонтали, либо по вертикали, соответственно, указываете, под чем он находится, да, но это для relative layout под тулбаром. Высота, ширина, бэкграунд и, соответственно, скролл флекс, об этом поговорим вот в примере, о чем он говорит, когда вы у вьюшки какой-то вот, вот этот скролл view behavior вешаете, да, соответственно, координатор layout будет, грубо говоря, обрабатывать вот это прокручивание через вот этот behavior. У тех вьюшек, у которых стоит вот этот флаг скролл флекс, они, соответственно, будут реагировать на прокрутку вот этих так называемых вложенных view, nested view, и что-то будут делать. Здесь указано, что, соответственно, вот этот вот tab layout должен прокручиваться, да, вместе, соответственно, списка, когда список, соответственно, начинает прокручиваться, он исчезнет, а когда вернется, грубо говоря, к первому элементу, он покажется на экране. То есть вот делается, как я говорил, все достаточно легко. Дальше у вас какой-то ваш фрагмент-контейнер. Теперь у вас есть ваш код внутри activity, и вы с ним работаете. Вы установили контент, нашли tab layout через find view by id, соответственно, задали там, например, gravity ему, чтобы он занимал всю область экрана, да, можно так, чтобы кнопки не распределялись до конца, а можно, соответственно, чтобы заполнило любость экрана. И добавляете вот эти tab-ики, да, то есть вкладки, грубо говоря, и, соответственно, указываете там текст, tab 1, например, tab 2, tab 3, что угодно указываете. И, соответственно, вешаете listener, да, callback, вот, который будет реагировать на эти нажатия. Соответственно, когда у вас происходит on tab selected, и здесь придет у вас вот этот tab, вы можете что-то сделать. Обычно что происходит? Либо использует, как я говорил, вот этот элемент view pager, да, который листается влево-вправо, либо recycler view, который, соответственно, тоже настроен так, чтобы листаться влево-вправо. И здесь вы, соответственно, просто прокручиваете вот этот вот, либо ваш recycler view, либо во view pager меняете фрагмент один на другой, соответственно. Ну, либо можете без view pager переключить фрагмент, да, но у вас тогда не будет работать вот этот механизм фактически флипа, да, там влево-вправо, потому что он реагирует только в специальной вьюшке. Вот. Вот так используется вот этот tab layout, но, как я говорил, сейчас Google его не рекомендует использовать. Вместо него рекомендует использовать вот такой элемент, называется новый, bottom navigation view. Самое интересное, что когда Google включила его в material design, да, он там появился, и появились рекомендации его использовать, самого элемента еще не было, то есть Google его не сделал. То есть, ну, как таковой вьюшки не было, и пользователи опять вынуждены, ну, разработчики, я имею в виду, вынуждены были опять все делать своими руками. Сейчас он уже есть, соответственно, в design library, соответственно, вы его можете у себя использовать. Это такая панелька, которая находится у вас всегда внизу, на ней есть кнопочки от 3 до 5, да, соответственно, активная вот подсвечивается, остальные у вас как бы прячутся, и таким образом происходит навигация. То есть, вы нажимаете внизу вот на эти кнопки. Вот такая навигация, так как это уже не табы, да, а именно кнопки, она подразумевает, что у вас уже нет вот этого действия, да, влево-вправо прокручивания, поэтому стандартное использование вы просто при нажатии на эти кнопки переключаете фрагменты, да, во фрагмент менеджере, меняете один фрагмент на другой, и, соответственно, они у вас как бы переключаются. Код довольно простой, то есть вы, опять же, внутри своего лейаута добавляете этот виджет bottom navigation view, соответственно, по ширине экрана, обрезаете по его размеру, указываете line parent bottom true, что он в самом низу экрана, и, соответственно, можно даже для вот этих элементов, для кнопочек, задать некоторые значения цветов, да, black background, цвет текста, соответственно, иконка какого-то текста, и, соответственно, меню. Для чего вот это меню? Как и navigation bar, да, как action bar, да, или tool bar, вот эти кнопочки, которые инициализируются на bottom navigation view, они берутся из меню, да, вот из этого XML файла. И, соответственно, его тоже надо заполнить. Вот, соответственно, его пример. Тут три элемента у нас, да, и, как я говорил, вот, соответственно, есть название, когда, if room, да, но, когда есть доступное место. Соответственно, мы указываем, соответственно, все эти параметры, указываем title, иконка, и таким образом у нас он отображается на экране. Внутри самой activity работать с ним достаточно легко. Установили контент, нашли, соответственно, вот этот вот navigation view через find view by id, и поставили у него set on navigation item listener, да, соответственно, listener, который будет срабатывать при нажатии на один из элементов. Дальше вы делаете там какой-нибудь switch, и при, соответственно, получении вот этих значений переключаете нужный фрагмент. Ну, то есть вот все достаточно легко и просто. Сложности нет. Сложности появляются тогда, когда у вас появляется двойная навигация. Вот вы между фрагментами переключаетесь, да, влево-вправо, да, и, соответственно, их меняете. А представьте, что потом вот у вас появилась эта основная секция, и вам внутри нее надо уходить тоже куда-то там внутрь. Да, мы про это не говорили, вы можете изучить это уже самостоятельно, просто почитать описание документации. Помимо фрагмент менеджера есть еще child-фрагмент менеджер, да, который отвечает за то, чтобы как раз за навигацию в глубину, когда вам надо уже внутри одного фрагмента, грубо говоря, менять еще фрагменты, да, дочерние child. Это уже непросто получается, соответственно, там немножко надо все уже держать в голове, но в целом ничего особо сложного нет. Но, соответственно, это вам подходит такой способ навигации, только если у вас мало вот этих секций, грубо говоря, там от двух до пяти. Я, в принципе, рекомендую его использовать, потому что телефоны сейчас, сами знаете, с большими экранами, тянуться к верхней части экрана неудобно, и когда можно переключать, соответственно, секции вот внизу, это удобно. Например, я использую тот же Яндекс.Браузер только из-за того, что они одни взяли, используют вот адрес бар внизу экрана указа, да, и сами, соответственно, вкладки там же переключатся, потому что это удобно, мне не надо оттянуться в верхнюю часть экрана. Почему-то другие так не делают, не знаю. Вот, и, соответственно, bottom navigation view, он в этом плане очень удобен. Но если у вас секций больше, если их у вас там, я не знаю, 10 штук, то единственный способ сейчас фактически с ними работать, это называется navigation drawer, да, вот navigation view. Это вот такая секция, которая у вас открывается с левой части экрана, я думаю, в большинстве приложений вы его видели. Появляется обычно при нажатии на такую кнопочку с тремя полосками, называется hamburger menu. Вот, он в свое время, когда появился в андроиде как парадигма, стал настолько популярным, что его притащили в мир iOS, да, то есть это был, наверное, на моей памяти первый такой ход, когда не из iOS притащили что-то в андроид, а наоборот туда. И многие такие старожилые ценители правильного интерфейса от Apple ругались, что, мол, что делают разработчики, что это такое, тут притащили, пытаются сделать такое же меню. Но на самом деле это действительно удобно, когда у вас слева спрятана какая-то менюшка, которая появляется, да, обычно ее еще можно вытащить просто, опять же, протягивая из игла экрана палец, и там есть, соответственно, ваши нужные секции. Она делится на две части, на самом деле. Там есть header view, заголовок вот здесь вот, и, соответственно, меню, то есть список секций. Примечательная особенность то, что по умолчанию вот эти элементы, опять же, инициализируются как меню, да, как action bar, как bottom navigation bar, но вот эту часть, на самом деле, можно переопределить и запихнуть сюда все, что угодно. Обычно запихивают, например, какой-то recycler view, когда вам надо здесь сложный сделать интерфейс, например, у вас есть секции под секцией, да, то есть у вас плюсик, он раскрывается, еще что-то. Это уже сложно сделать стандартными средствами меню, и вам надо реализовывать все самостоятельно. Поэтому сюда вставляют recycler view, и дальше у вас обычный стандартный список, делайте все с ним, что хотите, там, какого хотите размера элементы, как угодно они выглядят, все на ваш откуп. И вот эта часть тоже настраивается при желании, то есть тут можно фон там поменять, добавить сюда какие-то заголовки, там обычный тоже layout используется, в общем, все в ваших руках. Поэтому можно всегда там какие-то встретить дополнительные кнопочки, там в Gmail, насколько я помню, там переключение аккаунтов, например, так делается, да, то есть там аватарки можно нажимать. В общем, в принципе, достаточно удобный элемент. Встраивается он чуть сложнее. Дело в том, что для того, чтобы вот этот вот navigation view у вас был, у вас root layout, то есть основной layout в вашей activity должен быть drawer layout, да, то есть вот он является у вас корневым. Внутри него уже есть, соответственно, скажем, какой-нибудь toolbar, соответственно, потом здесь есть navigation view, да, это, соответственно, вот та вьюшка, которая слева находится, да, и где-то между ними вы уже вставляете, вот видите, frame layout, это fragment container, там обычно вы размещаете уже собственный интерфейс, да, ну, не обязательно это делать где-то в отдельном layout, вы все можете в один файл впихнуть, просто он будет большим. Соответственно, navigation view указывается, какие параметры. Опять же, ширина там, высота, header layout, то есть для вот этого заголовка layout, там вы, как я говорил, указываете обычно layout, какие угодные элементы, и, соответственно, их распределяете. И, соответственно, пункт меню, если вы хотите, соответственно, указать загрузку вот этих элементов, которые будут заполняться. Ну, layout gravity, это уже относится к relative layout, что он должен находиться с самого-самого края, да, на самом деле просто спрятан за экраном. И все. Дальше вот этот вот drawer layout, он сам будет, соответственно, заниматься вот как бы его показом и прятанием, да, как он будет выезжать. Соответственно, navigation view, да, это вот этот вот layout, который вы указали вот здесь вот, header layout, header. Ну, это какой-то, например, linear layout, у которого вы там указываете там всякие отступы, тему, background, да, то есть цвет, которым он будет закрашивать. И, например, какой-нибудь text view, а можете все что угодно. Ну, в общем, уже по-своему распределять. Значит, дальше это, собственно, меню, из которого инициализируется вот этот список. Все здесь стандартно, примерно то же самое, как и для того же bottom navigation, там, какого-нибудь или для action bar, да. Здесь еще появилась, как видите, интересная особенность, здесь есть группа. Группа. Одна, вторая. Для чего это сделано? Если вы видели в некоторых приложениях, может, там есть такие разделительные, как бы, черточки, да, которые как секции отделяют вас, разделители. Для того, чтобы он появился, для этого у вас должны быть группы. Тогда вот этот navigation view понимает, что вот эти элементы относятся, как бы, к одной секции, а это к другой, и между ними надо сделать разделитель. Чтобы он появился, соответственно, эти элементы к разным группам должны относиться. Тогда у вас будет вот этот разделитель. Соответственно, как его использовать внутри activity? Там все очень просто. Вы, соответственно, находите navigation view, находите сам driver layout. У navigation view вы ставите вот этот, соответственно, set navigation item selected listener, да, это когда вы будете на эти элементы нажимать, да, в выпадающем меню слева, у вас будет вызываться вот этот callback. Сюда будет приходить, опять же, меню item, такой же, как там у action bar. Что вам надо сделать, это, соответственно, обычно вызвать метод у дровера, close drivers, да, это, соответственно, закрыть, потому что когда вы нажали на какой-то элемент, вот тут уже все зависит от вас. Если у вас элементы, которые внутри вот этого списка, они именно куда-то вас пробрасывают, да, осуществляется переход, то вам обычно этот navigation driver надо закрыть. А если это элементы, которые просто можно там как бы выключить или включить, да, как опция некоторая, то вы его обычно не прячете, просто вы нажимаете, он выделился, и, соответственно, это уже вы как разработчик должны решить, что вы делаете. Теперь, собственно, такой как бы чуть более сложный вариант, когда у вас там есть тулбар, и вы хотите, чтобы тулбар реагировал вот на вот нажатие вот этого гамбургера, да, для открытия дровера. Вам обязательно тогда его надо специально настроить. Вам надо, соответственно, у тулбара указать метод set home button enabled true, это чтобы появилась кнопочка домой, да, слева от него. Соответственно, set display home as app enabled, опять же, true, чтобы там она получила правильное состояние, и set home app indicator, и указать картинку вот этой кнопки. Дело в том, что по умолчанию вот эта кнопка, которая, да, у вас там появляется, это просто иконка вашего приложения. А для того, чтобы она стала вот этим гамбургер-меню, дефолтного, грубо говоря, метода на самом деле нет. Вот вам надо кастомную иконку туда поместить. Вы ее обычно берете там из каких-нибудь ассетов в вектор, вот этом ассет-лайбрари андроидовском, и, соответственно, ее помещаете. Ну и все. После этого у вас тулбар правильно настроен, вот эта вот кнопка есть. И теперь что вам надо сделать, когда вы нажимаете на вот этот гамбургер? У вас сработает он options item selected, да, как у экшн-бара при нажатии на любую кнопку. И дальше вы, у него будет айдишник, у этого элемента называется android.r.id.home. Это как бы дефолтное предзаданное значение, да, константа, которая есть, home button так называемая. И если, соответственно, это она, то вы у дровера вызываете метод openDrover, чтобы, соответственно, произошло открытие вот этой панельки. Ну и все, таким образом он открывается. Теперь давайте я все это постараюсь показать на примере, как это все выглядит. Вот наш splash screen, и такая замечательная картинка с морем. Вот. И, соответственно, сразу такое отличие, как видите, здесь две вообще floating action button, одна здесь, другая здесь. Тут ничего не происходит, тут на самом деле не видно, но есть кнопочка гамбургер меню, просто она белого цвета. Если я ее нажму, соответственно, у нас выезжает вот этот вот navigation driver наш, да, здесь у нас есть какая-то картинка, текст, элементы, соответственно, меню. Здесь у нас, соответственно, запрятались настройки. Нажимаем, и открывается просто activity, да, соответственно, с этими кнопочками в bottom navigation view. Нажимаем кнопку назад, возвращаемся назад. Когда мы переходим, вот один элемент, у нас тут только фактически рабочий, называется карточки. Опять же, плохо видно, из-за того, что отсвечивает. Значит, у нас вот здесь, на самом деле, это каждый элемент. При нажатии на него происходит там всполох. Вот. И при прокрутке, как видите, тулбар уезжает, да, вот этот вот, он сжимается потихонечку, становится обычным тулбаром, прокручивается, вот это, видите, кнопочка исчезла, да, верхняя тоже исчезла, и у нас такой список. Когда мы прокручиваем его туда-сюда, кнопка тут же появляется, нижняя, а сам, соответственно, тулбар раскрывается только, когда мы доверимся до самого конца, нулевой элемент, и мы продолжаем тянуть, и вот он у нас как бы вытягивается обратно до конца. Так, соответственно, позволяет нам делать координатор лейаут. Все тут достаточно просто. Как все это сделано? Давайте теперь, собственно, смотреть код. Значит, смотрите, что у нас здесь есть. Во-первых, у нас есть наш MainActivity. В нем все, на самом деле, очень просто. Здесь есть контент, устанавливается, здесь Toolbar, который мы находим, как я говорил, соответственно, он устанавливается как ActionBar. Дальше, соответственно, Floating Action Button. Мы ее нашли, повесили, ClickListener. Как видите, что здесь происходит, это SnackBar. Если сейчас мы запустим, сейчас пока вернемся. Значит, дальше мы находим вот этот вот Drawer Layout. Устанавливаем у него вот этот ActionBar Drawer Toggle. Он нам нужен для, соответственно, переключения вот этого выезжающей панельки. И Listener. Как видите, он тут задепрекейчен. Там на самом деле сейчас метод новый, насколько я помню, Add Drawer Listener, он называется. Можно его вот так. И Toggle Sync State. Это, соответственно, чтобы у нас синхронизировалось состояние, он открыт или закрыт в данный момент. Соответственно, ну и дальше Callback для Navigation Item of. Соответственно, он Backpressed, когда кнопочка нажата. Что мы делаем? Здесь еще одеясь код. Опять же, если у нас открыт Navigation Drawer, чтобы он закрылся. Это тоже стандартное нормальное поведение. Вот смотрите. Если я его открою, если я нажму кнопку назад, у нас не сразу выход из приложения, мы сначала его закрываем. При нажатии на Floating Action Button, как видите, появляется вот этот Snack Bar, и она автоматически поднимается вверх. При нажатии на кнопки вот здесь Action, мы показываем просто диалог. Обычно ничего как бы особенного. Все это задается вот в этом коде. Теперь смотрите, чуть более сложно. Теперь смотрите как бы сам лей-аут. Он не очень простой. Как видите, с одной стороны вроде он очень компактный. То есть вот здесь у нас, как я говорил, корнем является Drawer Layout, для того, чтобы вот этот был Navigation View слева. Мы его задаем, у нас соответственно он занимает всю видимую область экрана. Вот этот параметр Fit System Window, для чего он нужен? Если вы видели, когда сейчас я не вижу здесь он видно вообще или нет, как видите, он когда выезжает, он на самом деле находится под вот этим статус-бар, да, это андроидовским, то есть он занимает вообще всю область, а статус-бар он на самом деле рисуется прозрачным. Вот как раз вот этот параметр Fit System Window дает ему возможность занимать область за вот этим статус-баром. И дальше интересная особенность Include. Как я говорил, можно вкладывать одни лей-ауты внутрь другого, да, но это просто как бы, грубо говоря, мы говорим, возьми один XML и вставь его внутрь другого. Все, просто чтобы не занимать много места. Или если нам надо один и тот же какой-то layout, один и тот же XML-файл включать в несколько других, чтобы он нам не копипестить, то у нас есть вот такая директива Include. ну и под ним у нас соответственно наш вот этот Navigation View, который за открытие отвечает вот эту панельку, он у нас соответственно настроен через там вот меню и header. Потом, наверное, позже. теперь давайте смотреть собственно сам layout, который является, грубо говоря, нашим уже основным layout нашего приложения, который уже показывает вот этот toolbar и все остальное. смотрите, он уже достаточно большой. Здесь уже rootview является, как я говорил, координатор layout, да, то есть тот layout, который позволяет нам как раз двигать туда-сюда вьюшки. Теперь смотрите upbar layout, для чего он нужен. Вот эта секция очень маленькая, она отвечает собственно за сам toolbar, да, вот эту панельку вверху, которая у нас находится, вот, а вот это все остальное, это необходимый код для того, чтобы вот этот тулбар растягивался, да, в большой. За это отвечает специальный называется upbar layout, да, который занимает большую площадь, 300 dp, как видите, да, это та область, на которую он растянется. Соответственно, тема указывается, какой у него стоит, и дальше внутри секция называется collapsing toolbar layout. Collapse, да, понятно, это сжатие. Соответственно, он отвечает у нас за сжатие вот этого и разжатие вот этого тулбара. Для чего он нужен? Здесь мы как раз указываем на какие события вот этой scroll flex мы реагируем, когда у нас recycler прокручивается, да, что мы делаем? Мы говорим, что мы обрабатываем, да, scroll, что мы будем прокручиваться как минимум, да, это первый флаг, а exit until collapsed указывает на то, что как раз мы будем прокручиваться до той поры, пока мы не сожмемся, да, вот этот коллапс состояния, он определяется, соответственно, по, соответственно, там, где там минимальной высоте, насколько я помню, вот здесь, да, min height параметр, он нам нужен для того, чтобы знать, ну, какого размера вот остаться должен тулбар, как вы видите, он же, да, только сжимается у нас, сейчас, если вернемся, да, но дальше не прокручивается, здесь прячется, вот, вот с помощью этих параметров на самом деле можно грамотно настраивать поведение, если вы хотите, например, чтобы он не сжимался, а полностью уходил с экрана, то все, что надо сделать, вот этот флаг заменить на enter always, теперь мы можем перезапустить, трум-трум-трум, соответственно, такой параметр вам пригодится, если вы хотите полностью прятать какой-то ваш элемент, например, либо сам тулбар, либо, как я показывал, вот этот tabbar loyal, когда у вас табики есть, если вам их надо полностью прятать при прокрутке, а не сжимать до минимального размера, то, соответственно, у вас будет вот выглядеть теперь вот так вот, мы открываем, начинаем прокручивать, прокручиваем, и прокручивается он дальше, да, соответственно, он уехал за область экрана, все, и у нас весь список, какой единственное сейчас недостаток, вот у нас список большой, мы прокрутили его, начинаем тянуть вниз, и оп, у нас уже вместо того, чтобы, как видите, вот элементы вот эти в списке, они не меняются, список не прокручивается, а тянется сам вот этот, пока он не растянется до своего максимального размера, соответственно, список не начнет прокручиваться, только потом, вот, это не очень удобно, то есть, ну, в каких-то вариантах иногда именно такое поведение и ожидается, вот, тут все на совесть разработчика, но иногда это неудобно, если вы хотите, соответственно, такого поведения избежать, можно это немножко переделать по-другому, вот здесь вот, можно добавить еще один параметр, enter always collapsed и запустить заново, тогда поведение будет немножечко другое, так, открываем, тоже он уехал, но, как видите, вот я прокрутил, вытаскивается сначала только маленькая его часть, вот, давайте посмотрим еще раз, раз, вытащилась только, да, не вся вот эта большая область, а только маленькая, потом список прокручивается, да, до конца, и только, когда он дойдет до первого элемента, вытаскивается вся, как бы, основная часть, да, таким образом происходит, соответственно, вот эта прокрутка, вот, ну, и если вы хотите, чтобы вот этот тулбар, на самом деле, всегда прокручивался, да, соответственно, там до, когда мы дойдем до первого элемента, грубо говоря, то вам вообще вот эти флаги все надо стереть, надо оставить один скролл, и он будет тогда у вас прокручиваться, ну, вот, вот эти параметры, ну, как бы, вот, достаточно важно понимать, как они работают, вот, больше тут, в принципе, в настройках ничего сложного нету, соответственно, у него тоже должен быть параметр fit system window, для того, чтобы он прятан, уезжал за, соответственно, вот этот статус бар, контент скрим, это, соответственно, параметр, который отвечает за закраску, да, элемента, то есть, какого цвета он будет, он должен совпадать, по-хорошему, с самим тулбаром, то есть, у него цвет color primary, вот, ну, и, соответственно, там, где находится вот этот заголовок у вас, да, его параметры, дальше есть image view, image view, слушай, служит нашим бэкграундом, да, вот этот, красивые волны на море, это у нас, отображается внутри вот этого image view, у него параметры match parent, да, то есть, он занимает всю область вот этого элемента, и дальше, собственно, и у него есть еще, соответственно, параметр collapse mode, как он должен, соответственно, сжиматься, там есть параметр параллакс, как раз, когда он как бы плавно так вот сдавливается, исчезает, вот, тулбар, соответственно, сам наш тулбар, у него, соответственно, есть параметры, как я говорил, смотрите, у него, несмотря на то, что у нас тема по умолчанию, там, заданного приложения темная, вот, именно для popup, для выпадающего списка, стоит другая тема, светлая, для того, чтобы, соответственно, background, там был белый, а не черный, ну, и collapse mode у него указан, это режим, в котором он, соответственно, будет, да, после сжатия, как он будет выглядеть, да, он pin, это значит, закрепиться к границе экрана, вот, ну, и все, дальше идет у нас, наш floating action button, как я говорил, две штуки, значит, смотрите, у одной, нету, в принципе, никаких особых параметров, все, что у нее есть, это то, что она закреплена, за вот этим вот, апбаром, да, то есть, таким образом, она помещена, это вот эта кнопочка, которая у нас, где там, в верхней части экрана, грубо говоря, да, колокольчик наш, вот, она закреплена, за вот этим, нашим, апбар лаяутом, и когда он уезжает, соответственно, она прячется тоже, да, это достигается, как раз, с помощью вот этих якорей, а вот вторая кнопочка, она сама по себе, прятаться не будет, потому что она находится, в нижней части экрана, никак с апбаром, не связана, да, но у нее есть, как видите, вот такой параметр, называется он, layout behavior, и это просто, строковое значение, вот это строковое значение, это на самом деле, название класса, да, который, собственно, является нашим behavior, если мы вот здесь, вот, соответственно, дальше в коде, войдем, у нас есть, hiding, фаб, behavior, то вот, соответственно, наш класс, что он делает, когда начинается прокрутка, мы говорим, что да, мы ее будем обрабатывать, когда, соответственно, происходит прокрутка, мы смотрим, вот этот вот параметр, dy, consumed, соответственно, это направление прокрутки, вот, больше нуля, соответственно, мы, соответственно, прячем, меньше нуля, соответственно, ее показываем, все, код очень простой, как я говорил, вот такой behavior мы вешаем, и дальше кнопочка сама появится, исчезнет, когда мы начинаем прокрутку, да, за счет того, что, собственно, нам придут вот эти значения, dy consumed, то есть, что, сколько мы прокрутили, вверх или вниз, и в зависимости от этого, мы, соответственно, включаем ее, выключаем, почему, кстати, тут достаточно важно, вот этот параметр, view visible invisible, если вдруг вы укажете вместо invisible параметр gun, то есть, это как бы она прячется, после этого behavior перестает срабатывать, да, потому что вьюшка полностью как бы спряталась, и координатор layout считает, что для нее behavior вызывать не надо, и она после этого, собственно, никогда не появится, потому что вот этот метод никогда не вызовется повторно, поэтому тут надо как бы иметь в виду, что надо только ставить флаг invisible, что она просто как бы невидима, да, но она присутствует в иерархии view, как я говорил, координатор layout, он проходится по всей иерархии, да, и из нее строят вот эту вот зависимость всех элементов, а если вьюшка gun, то она исчезает из иерархии view, и, соответственно, перестает срабатывать. Ну, собственно, это все, что касалось вот этого вот координатора layout. Что тут у нас, в принципе, еще есть? Ну, давайте смотреть. Так, ну, саму карточку тут понятно, это у нас обычный картс фрагмент, соответственно, с recycler view, у него, мы здесь все знаем, устанавливается, соответственно, адаптер, вот, создается карточки. Там, где у нас, соответственно, main activity, тут все понятно, да, с navigation drawer, как он задается, и как, соответственно, обрабатывается. Вот здесь, соответственно, идет, как я говорил, заполнение меню. Когда у нас, соответственно, вызывается on create options меню, у нас извлекается вот это наше менюшка, тут есть у нас только настройки, да, больше ничего нет, это вот эти три точки. Когда мы, соответственно, на них нажимаем, settings, мы создаем интент, и запускаем нашу activity, settings activity, которая у нас выглядит, соответственно, вот так, да, помню, заходим сюда, это три наши кнопочки. Вот, соответственно, как я показывал, тут у нас есть листенер, который обрабатывает нажатие, и, соответственно, меняет наш фрагмент. Что мы делаем? Соответственно, в on create, нашли этот bottom navigation, поставили листенер, поставили, соответственно, выбранный первый элемент, да, соответственно, home, и, соответственно, метод change fragment, все, что делает, это фрагмент менеджер, replaced у нас, соответственно, контент. Соответственно, он navigation item selected, это все, что касается у нас navigation drawer, когда мы в нем переключаем элементы, и, соответственно, код метод примерно такой же самый, у нас change fragment, идет, соответственно, фрагмент менеджер, и, соответственно, replaced. Ну, и splash activity, наш splash activity, где, соответственно, все отображается, что мы знаем, загрузка в начале. В принципе, вот это все, это, соответственно, все основные элементы. Что я вам советую? Дома, исходники же будут выложены, посмотрите, соответственно, на layout, вот этот вот, основной, который у нас, бар, соответственно, с координатором layout, и попробуйте с ним поэкспериментировать. Значит, я скину ссылки, соответственно, на дополнительные материалы, да, и вы почитайте, собственно, как используют вот эти swipe behavior, да, чтобы делать вот эти смахивания влево-право, вот эти bottom sheet, соответственно, behavior, чтобы вытаскивать что-то снизу. Там достаточно все просто, я уже не стал это добавлять, потому что это просто какой-то там код, который лучше написать самим. Ну, и поиграйтесь с различными флажками, попробуйте вот эти behavior добавлять. Соответственно, больше тут ничего сложного нет. Единственное, что может быть там указать, если вы посмотрите на вот этот behavior, hiding, да, то он наследуется не от координатор layout behavior, а, как видите, floating action button behavior, да, как я говорил, вот это floating action button умеет сама перемещаться, если появляется снизу action bar. Да, это делается за счет того, что у нее есть дефолтный behavior, который на ней всегда и висит, грубо говоря, изначально. И если мы хотим не сломать вот это поведение, да, а лишь его добавить, то нам надо наследоваться не от координатора layout behavior, а от того behavior, который уже в ней встроенный. Благо, можно, соответственно, его с помощью вот Android Studio посмотреть, да, потому что у нас есть декомпиляция, и вот так он выглядит. Как видите, здесь достаточно прилично уже кода, да, поэтому, чтобы не писать все это самому, проще, соответственно, от него наследоваться. Он сам по себе уже наследуется от координатора layout. А теперь вы спросите, ну окей, вот вы говорили, что вот он висит, он, у него есть собственный behavior, но его не было видно в этом layout, да, мы его не прописывали. Как это делается? Это делается таким, третьим способом. Вот это, как видите, заголовок floating action button, то есть это сам класс floating action button. Если мы прокрутим самый верх, то у нас вот здесь вот есть специальная аннотация, называется координатор layout default behavior, да, и, соответственно, указывается вот этот класс. То есть сама вьюшка, да, в классе самой вью, с помощью аннотации вы можете указать ее дефолтный behavior, да, который, соответственно, будет с ней связан. И без всяких XML-ы он будет, соответственно, создаваться координатором layout и использоваться. То есть это еще один способ, повесить, соответственно, на вьюшку behavior с помощью вот этой аннотации. Он более редко используемый, потому что для этого, соответственно, вам надо отнаследоваться от какой-то view, да, и, соответственно, его там прописать, либо написать свою кастомную view. Но, когда вы будете делать свою какую-то кастомную вьюшку, подумайте, может быть, ей нужен как раз какой-то behavior, который будет по умолчанию ее как-то двигать в каких-то ситуациях, и можете его добавить с помощью аннотации. И без всяких тогда XML все будет неплохо сделано. Субтитры создавал DimaTorzok